Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Никита Табаев, и это третья, заключительная часть восстановления гармошки моего прадеда. Сегодня мы будем подводить итоги, любоваться результатом, ну и наконец-то узнаем, сколько же было потрачено на восстановление инструмента. Предыдущие две части в основном говорил я, гармошка молчала, так что давайте наконец-то предоставим ей слово. Играет музыка Всегда так и звучало, но если мы посмотрим первую часть, я там четко говорю, что мне не хватает мелодии. Ну явно чувствуется дисбаланс правой и левой части, левая гораздо громче. Я даже подумал, что гармошка двухголосая, вы можете перемотать, посмотреть. Сейчас ситуация поменялась просто кардинально, мне теперь мелодии много, а баса уже не хватает. Ну я понимаю, что вы смотрите это на телефоне, скорее всего там, на компьютере, может быть не на хороших колонках. Для вас что первое видео одинаковое, что второе видео одинаковое, а вот то, что гармошка стала лучше настроена, это факт. Поэтому давайте сейчас проведем эксперимент. Я сейчас сыграю деревеньку мою, которую играл в первой части, и вы сравните, появилась разница по настройке или нет. Субтитры создавал DimaTorzok Если вы сейчас услышали разницу, пишите в комментариях, а мы перейдем к немаловажному. Что же изменилось в гармошке с прошлой части? Ну из очевидного, конечно, это целлоид, он был полностью заменен, отполирован, блестит, выглядит офигенно. И это и хорошо, и плохо, потому что черный целлоид очень сильно царапается. Он царапается даже от того, если на него просто смотреть. Ну такая судьба владельца черной гармошки. Были заменены уголки хромированные, теперь они вот встали по всем торцам корпуса. Выглядит это естественно лучше, чем в оригинале, конечно. Ну и самое страшное, то чего я боялся, это замена кнопок правой механики. Они наконец-то заменены, теперь они перламутровые. И честно, мне не очень нравится результат. Я вначале говорил, что есть вариант заколхозить, есть вариант сохранить оригинальность. И вот здесь как раз заколхозил, что уж лукавить. Выглядит хорошо, но не так, как я хотел. То есть если бы были в продаже белые кнопки на 14 мм, я бы их с удовольствием купил. Ну вот, к сожалению, не нашел. Если вы знаете, где их приобрести, опять же, встречаемся в комментариях. Пишите свое мнение, прислушаюсь и возможно даже заменю потом на белые. Субтитры делал DimaTorzok Хочу сказать большое спасибо всем, кто поддерживал меня во время восстановления инструмента. Это и вы подписчики, которые писали в комментарии, это и близкие люди, это и незнакомые люди, которые первый раз меня видели в жизни, подходили и после «Здравствуйте!» спрашивали «Ну, как гармошка прадеда?» Как видите, с гармошкой все хорошо, а мы переходим к самому волнующему вопросу, сколько же было потрачено на эту гармошку. Не буду вас томить, на восстановление инструмента была потрачена вот такая сумма. Из нее вот такая сумма была потрачена на различные расходники, это наждачная бумага, полировальная паста, ну и на эти же деньги были приобретены ремни, чехол, различная фурнитура, ну и все остальное прочее. А выполняя нехитрые математические вычисления, можно узнать, сколько было потрачено на мастеров, то есть на покраску сеток, на хромирование уголков, мех, настройку голосов. Ну и не будем забывать, что какую-то часть работ делал я лично. Это и замена целлулойда, это его полировка, это подготовка уголков к хромированию, сборка-разборка в целом инструмента, подгонка новых деталей, замена кнопок в правой механике, в левой механике, ну и куча всяких мелочей. То есть если бы это еще кто-то делал на стороне, цена была бы выше. И я уже вижу товарищей экспертов, которые пишут в комментариях, что да я бы такое сделал в 10 раз дешевле, в 10 раз лучше. Сделали бы, да, можете не писать комментарий, вы большие молодцы. Так же, как не надо писать в комментариях, что какой смысл тратить такие деньги на инструмент, он того не стоит, то эта гармошка не просто вещь, а часть истории моей семьи. И кто знает, если бы прадед однажды ее тогда не купил, то возможно я бы не стал профессиональным музыкантом. Играйте на хороших гармошках, исполняйте свои мечты и всего вам доброго.